друзья привет сегодня хочу приготовить блинчики с начинкой из форели слабосоленой соусом сделаю начинку такую понадобится нам мука зелень понадобится у меня петрушка и укроп слабосоленая семга два яйца понадобится сахар соль форель а форель извините то форель то можно и семгу взять слабосоленую это не принципиально сливочное масло соус такой вышел новинка от хайнс 4 перца очень вкусный соус молочковый понадобится вот маслица я сейчас кусочек растоплю блинчики смазывать на самый маленький огонь поставила и растоплю немножко маслица слегка друзья порежем зелень у меня здесь петрушка несколько веточек и 1 веточка маленького укропчика порежем мелко сейчас я измечу разбиваем в чашку яйца вливаем молочко сюда отправляем сахар соль и немножко нам нужно взбить блендером теперь постоянно постепенно отправляем мукой немного взбили пока еще не всю муку добавили добавляем туда петрушечку с укропчика и теперь все оставшуюся муку вот мы взбили уже достаточно хорошо в самом конце нужно нам добавить масло растительное я не поставила на стол но масло обязательно и еще раз потихонечку вот так мы смешали масло все отставим сейчас тесто наше отставим в сторонку пускай оно настоится немножко мы займемся начинкой друзья тут вот косточки есть нам надо от них избавиться они очень легко достаются вот сейчас все вытащим все от косточек почистили теперь нам надо снять кожу аккуратненько вот так поддеваем ножом остреньким и срезаем теперь нам надо мелко-мелко порезать ее если попадаться будут косточки где-то обязательно вытащите на такие вот кубички порежем рыбку порезали теперь нам нужно отправить туда укропчик отправляем в чашечку нашу с рыбкой отправляем соус сюда и перемешиваем сковородочка накалилась на небольшом огне заливаем тесто тесто у нас достаточно густое и блинчики у нас такие будут будут ну толстенькие хорошенечко пускай печется переворачиваем друзья вот приподняли посмотрели подрумянилось и перевернули на другую сторону все друзья наш блинчик готов вот видите вот такой он должен получиться и я сейчас его уберу на тарелочку и теперь так слегка растопленным маслом мажем который мы растопили чтобы у нас нежненький стал и другую сторону и отправляем следующий вот так вот распределили все продолжаем жарить переворачиваем этот блинчик тоже готов отправляем его сюда и смазываем тоже друзья блинчики испеклись вот такие они получились смотрите эластичные очень видите соду вы заметили я не добавляла соду чтобы они похоже на дрожжевые как будто то есть они такие тяжеловатенькие тесто густое берем блинчик кладем в тарелочку обратной стороной вот такой светленькой берем нашу начиночку раскладываем вот таким способом вот разложили начиночку и теперь заворачиваем вот так трубочкой блинчик заворачиваем вот и откат пока раскладываем со следующим блинчиком и начинка делаем то же самое отступаем немножко от края вот здесь вот так раскладываем таким вот образом и так же заворачиваем такой вот трубочкой и тарелочку сейчас я все блинчики так заверну и покажу дальше друзья блинчики готовы теперь я вот так эти краешки отрезаю можете кушать трубочкой но просто если подавать на стол то намного красивее будет 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 вот так подавать вот и вот так вот укладываем тарелочку тарелочку все друзья наши блины с форелью слабосоленую готовы так они выглядят выглядят очень празднично можно подавать на стол вполне на праздничный стол готовится быстро очень нежные очень нежные очень нежные само форель нежные и тесто на блины у нас очень очень нежное похоже на дрыщевые блины вот готовьте на здоровье кушайте на здоровье друзья всем добра друзья здоровья берегите себя удачи вам любви успехов во всем увидимся до встречи пока пока друзья пока приятного аппетита